Посмотрите, какой чудесный жемчужный браслет с маленькой звездочкой посерединке мы сегодня изготовим в нашем мастер-классе. Начнем с того, что измерим окружность запястья, для того, чтобы дальше было удобно работать с линейкой. Итак, окружность моего запястья 15, но я хочу сделать браслет посвободнее и он будет 17 сантиметров. Этим измерителем удобно измерить, он мягкий, поэтому с ним удобно работать на теле. Дальше мы уже берем обычную линейку и будем собирать 17 сантиметров по обычной линейке. По моей задумке, посерединке браслета есть маленький разделитель, это подвеска, кулончик со сквозными отверстиями, он будет ровно посередине, это примерно 8,5 сантиметров. С одной стороны будет полностью цепочка, с другой стороны будет ниточка жемчуга с карабином. Для сборки нитки жемчуга я беру тросик 0,3, мне потребуется его совсем немножко, отрезок, который будет на тросике, у меня всего 7 сантиметров. Я возьму, чтобы был запас около 11, можно сразу отрезать и воспользоваться такими зажимами на концах, или можно с одной стороны пока что не отрезать. Итак, начнем с того, что собираем нитку жемчугом. Проверяем, уже вполне достаточно, даже чуть больше. Снимем одну жемчужинку и установим кримп, кримп я беру самый маленький, это полтора миллиметра, продеваю сквозь него тросик. Следом за ним протектор и сразу, чтобы было меньше соединительных элементов в браслете, сквозь протектор присоединяю замок, чтобы уже не цеплять его за колечко. Итак, вот с такого положения прямо сразу подсоединяем карабин. Подсоединили карабин и в обратную сторону сквозь маленький кончик пропускаем кримп. Поджимаем протектор и через несколько бусинок можно прямо не подрезать, если это позволяет. Вот примерно так это будет выглядеть, остается только закрепить крим. И он превращается в такую маленькую пломбочку, которая в принципе даже не требует укровных бусин и выглядит достаточно эстетично. Но если вам не нравится, то вы всегда можете закрыть такой крем укровной бусиной. Ответный конец, за который у нас будет крепиться подвеска, мы подрезаем. Примерно оставляем себе 5 сантиметров на работу. Провожу в обратную сторону кремп. Потом цепляю за одну из ушек подвески и провожу в обратную сторону, так же как через протектор через кримп и через парочку бусин. Можно в целом и через одну. И подтягиваем все к звездочке. Зажимаем кремп в основании звезды. Проверяем. Все держится. Отрезаем лишний тросик. Одна часть браслета у нас готова. Теперь подсоединим цепочку сквозь соразмерное колечко. Так как цепочка 6 миллиметров, колечко я выбрала точно такое же 6 миллиметров. Соединяю за ответную часть и закрепляю колечко. Наш браслетик готов. Давайте его применим. Получился вот такой браслет. Его можно носить как цепочкой, так и звездочкой или просто жемчужной ниточкой лицом к миру. Он получился регулируемый. Хвостик можно подрезать. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ